Всем привет, ребята! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня произошло просто чудесное событие, которое я очень долго ждала. Вы не представляете, как я рада. Я просто... Я не знаю, насколько я рада. Вот просто вот эмоции плещут из моей головы и рта просто вот вообще. Мне купили дневную фурию. Да, мне купили вот эту няшку, дневную фурию. Вы, наверное, задаетесь вопросом. Боже, зачем тебе еще одна ночная фури... Ой, дневная фурия. Ребята, во-первых, как вы помните, моя старая дневная фурия вот эта сломалась. У нее сломались крылья, и мне даже пришлось их подвязать, чтобы они нормально стояли. То есть у нее вообще крылья ужасные. То есть вообще с крыльями у нее ужас. И поэтому я не могла никак снимать нормальный сериал. Я очень хотела снять для вас несколько сериалов, но именно по этой причине у меня ничего не получалось. И мне нужна была новая дневная фурия, потому что со старой дневной фурией я столько морочила, что решила, что все уже... Я уже просто не смогу. Тут я решила посмотреть в магазинах. Я объездила очень много магазинов, посмотрела много разных сайтов, и ничего не нашла. Просто нигде я не нашла дневную фурию. Но на каком-то сайте, либо Авито, либо Юла, ребят, точно не знаю, мне родители купили вот эту няшечку дневную фурию. Честно, ребят, мне родители не сказали, за сколько они ее купили, но точно знаю, что где-то либо на Авито, либо на Юле, ну вот на каком-то из этих магазинов, не помню, в каком, мне родители купили вот эту дневную фурию. Боже, как я была рада, как я ее хотела. Конечно, это не та, которая с Икингом, а это просто отдельная. Дневная фурия отдельная, идущая одна, без Икинга. Я как раз изначально хотела одну, но на тот момент, когда у меня появилась вот эта дневная фурия, были, ну как бы, только такие, я решила себе такую купить. Что ж, ребята, я очень рада, что у меня появилась именно такая дневная фурия. Конечно же, с ней будут сериалы, с ней все будет. Ребята, не волнуйтесь, доверите это все мне. Поэтому сейчас будем распаковывать вот эту няшечку. Боже, как я рада, как я рада, как я ее хотела. О, она такая милая. Что ж, давайте ее распаковывать. Ребята, для начала давайте рассмотрим нашу дневную фурию поподробнее. А точнее, ее упаковку. Упаковка точно такая же, как и у Беззубика из этой коллекции. Написано How to train your dragon in the hidden world. Dreamworks. Такая же надпись, как почти у всех драконов из этой коллекции. Мордочка Беззубика. На боковой стороне написано Light Fury. И также нарисован знак Разящие. И мордочка. Это и милая, дневная фурия, ну она такая милашечка. Да, милая. Так, сзади у нас коллекция. То есть вот само изображение. Эх, надо оторвать эту штуку. Не могу оторвать. Ну, короче, вы поняли. Изображение дневной фурии. Еще в коллекции есть Беззубик, который у меня имеется. Смертолаб, который у меня тоже есть. И Громгель, который у меня тоже есть. Ну, в принципе, заднее оформление коробки точно такое же, как все коробки из этой коллекции. Также здесь маленькое изображение Икинга, летящего на Беззубике. Так скажем, небольшой кадр из третьей части. И надпись, что эта игрушка детям из четырех лет. Значок Беззубика, там вот этих фурий всяких. И наша звезда, дневная фурия. Да, сама она. Что ж, ребята, я реально уже не могу говорить. Давайте ее откроем. Потому что я очень хочу ее открыть. Так, мои ножнички специально. С Беззубиком. Так, сейчас посмотрим. Вот здесь она где-то... Или слизу, я не знаю, как это лучше. А, тихо. Это опасно. Все сложнее, чтобы это опасное дело. А, тихо. Тихо, 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 тихо. Блин. Вот что мне больше не нравится... О, тихо. Вот. Что мне не нравится в этих игрушках, то, что они не всегда, понятно... О, я смогла это сделать, я смогла это сделать, я смогла это сделать. Так вот. Что они не всегда, короче, понятно, откроются. Боже, какая она милая, боже, какая она милая, какая она милая, мамочки. Вот вы не представляете, вот это ощущение, когда ее в руки берете, это... О, она такая приятная. Так. Что ж, давайте ее рассмотрим. Потом я буду уже свои эмоции выражать. Дневная фурия очень похожая, как в мультике, но очень красивая, миленькая. У нее подвижна голова. Она у нее вот так вот вертится. На все 360 градусов вроде. Не знаю, как это говорится, но вроде так. Ну, она у нее крутится точно. У нее красиво голубого цвета глаза, как в мультике. Мордочка очень красивая. Красивые ушки. Все проделано качественно, белого цвета, как и должно быть в мультфильме. Так. Перейдем дальше к движущим частям тела. У нее двигаются крылышки. Вот такой вот у нее механизм. То есть они у нее могут быть в таком положении, в таком положении. То есть у нее только несколько положений. То есть вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Если я открою все какое-нибудь положение, я с вами об этом поделюсь. Но вроде пока что у нее только так они. Вот. Тоже крылышки белого цвета у нее. Хороший механизм, мне нравится. Также у этой дневной фурии двигается хвост. Ну, я у нее советую на все 360 градусов крутить, потому что это будет очень плохо. Но главное, что у нее хвост хотя бы вот как-то так можно и повернуть. И как-то вот... То есть чуть-чуть его повернуть можно, ребят. Больше я не советую вам лично крутить. То есть попробую за кадром, но я не советую. Хвостик у нее сделан тоже. Все детали белого цвета, как она сама беленькая. Все очень качественно. Все качественно. Так, дальше давайте посмотрим ее лапы. Лапы у нее передние крутятся, крутятся, движутся. Вот так вот. Она их может вот так вот. Стоять вот так вот. Может как-нибудь вот так. Ой, упала. То есть у нее... Стоять она может, это точно. Задние лапы тоже у нее хорошо механизируют, тоже хорошо работают. То есть вот. Вот. То есть она может вот такую позу принять. Какую-то полу... Полу какой-то... Не знаю. Я не знаю, как это позу назвать. Это как-то полу лежащие, полу стоящие. Знаете, когда вот на каток выходишь, скользишь вот так вот это. Ой, помогите мне. Ну прикольно, мне нравится. Так. Дайте ее в более нормальное положение. Еще лапу можно так же вот как вот это. Оно так стоять может. Так, сейчас я здесь сниму. Да, оно так может стоять. Нет, смешно, просто как она так стоит, такая... Помните мне. Вообще, в отличие от другой дневной фури, она более функциональна в движении. То есть вот. Ей можно лапу так, лапу сяк. Она очень функциональная, хорошая. Очень прикольная. Мне лично, мне лично, эта дневная фури нравится. Что это было? Здрестите. Это я был. Это я. Извините, здрестите. Здрестите, извините. Это я, ребята. Здрестите, здрестите, извините. О, беззубик. Давайте как раз сравним, как выглядит дневная фури из коллекции с беззубиком. По сравнению с беззубиком, ребята. Так, давайте их сравним. У меня беззубик точно из этой же коллекции. И вот, честно, по сравнению, они более-менее похожи. То есть они прям вот... Как модель. Модель почти что одинаковая. Они очень все... Ну, как все. Они очень похожи. То есть у них в одну сторону загнут хвост. Также функциональные крылья. И, ну, что отличается у беззубика. Беззубик, он... Как это сказать? Он более в таком вот положении, более... При таком к земле приниженном. Дневная фури, она более такая высокостоящая. То есть вот у нее такая гордая. Видите, она всегда вот так вот высоко стоит. А беззубик, он... У него вот согнуты лапы, поэтому он максимум на что может. Это вот как-то непонятно так подняться. То есть... А дневная фури, она почти вот во всех положениях очень высоко стоит. То есть дневная фури, у нее такая высокая посадка лап. Высокая посадка лап, что? Ребята, в общем, что я вам могу сказать про вот эту шикарную, прикольную дневную фури. Во-первых, она очень хорошая. И она намного функциональна той дневной фури, потому что главная функция другой дневной фури была просто вот так нажать на лапу, у нее все-то там крылья шевелились. Ну и лапы чуть-чуть двигались. У этой дневной фури, во-первых, крутится голова. То есть она может сделать такую... Не знаю, зачем она так будет делать, но допустим. У нее хорошо двигается голова, что у Тони двигается. Крылья довольно-таки двигаются хорошо сами, без какого-либо нажатия они сами хорошо двигаются. Также у нее хорошо двигаются и передние, и задние лапы. И хвост у нее еще вот так вот двигается. Что касается этой дневной фури, при поломке, в принципе, вот, при поломке лапы, и как бы не ломается никакие другие части. То есть, что я этим хотела сказать? Если у той дневной фури сломалась лапа, у нее перестали функционировать крылья. То есть там вот вообще там весь механизм полностью все вынесло, там все сломалось. У этой дневной фури, если сломалась лапа, то все, значит одна лапа. Если хвост, то хвост. То есть не будет от этого зависеть крылья, голова, лапы. То есть в этом плюс этой дневной фури. Во-первых, она более тоже высоко поднята, чем другая. У нее более такая, как это, стойка сказать, такая высокая. Она не такая приземленная, так скажем, к земле. То есть она вот вытянутая, вытянутая. Просто по сравнению с этой дневной фури, ну вот как бы, я думаю, вы поняли, как это выглядит. Это может только вниз, а это может чуть-чуть. Вот так вот. Ого, ну еще так может. Сколько я об этой дневной фури не знала, ну блин, прикольная. Мне, ребята, она лично очень нравится. Я всем советую покупать эту дневную фури. Она прикольная, многофункциональная. При этом она очень... При этом она очень миниатюрная и очень удобная. Мне она нравится, хорошая, удобная, милая дневная фури. Поэтому советую всем, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы такую хотите приобрести, покупайте, покупайте, потому что это супер дневная фури. Мне она очень нравится. Я рада, что ее купила, даже не пожалела. И, в принципе, это было все про дневную фури. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и смотрите мои другие видео. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующее видео про эту прикольную, суперскую, прикольненькую, миленькую дневную фури. Всем пока! Пока! Пока!